Едва ли не двукратный рост землетрясений ожидается на Земле, начиная с 2018 года. К таким выводам пришли учёные из Университета Колорадо в Болдере, изучив статистику землетрясений магнитудой свыше 7 с 1900 года. Многолетние наблюдения показали, что землетрясения случаются чаще, если скорость вращения Земли вокруг своей оси немного уменьшается за счёт внутренних причин. В XX веке было обнаружено пять таких периодов, когда число землетрясений значительно превышало среднее значение. В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений. В среднем наблюдения показывают, что в годы замедленного вращения Земли землетрясения магнитудой 7 случаются на 25% чаще, чем при быстрой Земле, несмотря на то, что изменения продолжительности дня измеряются миллисекундами. Тем не менее, эти колебания в скорости вращения планеты легко детектировать при помощи современных средств радиоинтерферометрии и атомных часов. Пока учёные не смогли до конца выяснить природу данной взаимосвязи. По этому поводу есть две точки зрения. Согласно первой теории, Земля является сплюснутым шаром. Поэтому замедление вращения приводит к тому, что планета начинает расплавляться к полюсам. Отсюда возникает усиление таких эффектов, как сжатие и столкновение тектонических плит, накопление деформаций и повреждённостей, что в итоге вызывает активизацию землетрясений. Вторая версия гласит, что при трении жидкого и твёрдого слоёв Земли земная кора не может быстро замедлиться и возникает литосферный проскок, который становится причиной мощных землетрясений. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Это и ускорение движения тектонических плит, и рост темпа активности процессов, и обострение проблем общепланетарного характера, в том числе сейсмической, вулканической, солнечной активности, изменение магнитного поля Земли, скорости дрейфа магнитных полюсов Земли, смещение земной оси, изменение альбедо планеты, её орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение площади и массы ледникового покрова суши и полярных морей, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. Цитата из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. «Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому». Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире. Субтитры создавал DimaTorzok